Сифилис, гонорея, хламидиоз, уреоплазмоз, трихомоноз, папиломовирусная инфекция. Венерические заболевания – те недуги, о которых мы предпочитаем говорить шепотом или и вовсе молчать. Между тем, сегодня известно более 30 таких заболеваний. Они передаются при незащищенных половых контактах и через кровь. Признаки большинства инфекций, передающихся половым путем, весьма разнообразны. Это дискомфорт при мочеиспускании, необычные выделения из мочеисполовых органов, и высыпания в этой области, боли внизу живота и поясницы, высыпания на коже, на теле, ладонях, подошвах, увеличение лимфатических узлов. Некоторые венерические заболевания могут протекать бессимптомно, но вот последствия дадут о себе знать в полной мере. Среди тяжелых осложнений у мужчин воспаление мочеполовой системы, простатит, у женщин, возможно, внематочная беременность, бесплодие, рак. Главное – поставить вовремя диагноз. Весь инфекция тоже передается половым путем. Сегодня какое лечение? Всю жизнь надо лечиться, и очень сложно лечиться. Гепатиты В, С очень сложно. Сифилис, если вовремя не назначить, переходит в скрытую форму. Там первый период, второй период, через 5-7 лет скрытый период, а потом разрушение всех органов организма. Брестский областной кожевен-диспансер. Здесь помогают выздороветь не только жителям Бреста и района, но и всей области. Благодаря новым технологиям, современным подходам и методам диагностики, результат обследования можно получить уже на следующий день после сдачи анализов. В последнее время широкой популярностью пользуются методы, которые позволяют выявить не одного, а сразу несколько возбудителей инфекционных заболеваний. Кроме того, эти методы позволяют оценить и состояние микрофлоры, всего урогенитального тракта. А еще есть так называемая экстренная помощь врачей после случайных связей. Она гарантирует защиту от венерических заболеваний. Предупредить инфекции можно, если подстраховаться. Не позже двух часов после сомнительных контактов обратиться в пункт индивидуальной профилактики Брестского областного кожно-венерологического диспансера. Там пациенту бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.